Несмотря на то, что очередная кампания «Референдум позади», анализ проведения этой деятельности остается в центре внимания. Об этом шла речь в рамках встречи председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игоря Карпенко с членами территориальных и участковых комиссий, а также активом Брестского региона. Так как избирательный кодекс тесно связан со многими законодательными актами, сегодня важно сверить часы и понять, насколько актуальна существующая система и что нужно сделать для того, чтобы она работала более эффективно и слаженно. Мы продолжаем серию поездок представителей ЦИК по регионам. Понятно, что провели референдум, понятно, что приняли изменения дополнения в Конституцию и действительно это сейчас платформа для того, чтобы дальше совершенствовать законодательство и избирательное законодательство в этом плане не исключение. Было заявлено, что будет подвергнуто внесению изменений дополнения порядка 100 законодательных актов. Поэтому это достаточно серьезная работа. Но и здесь тоже нам надо очень тесно выстроить взаимодействие. Оно уже, в общем-то, выстроено, потому что, допустим, по избирательному кодексу уже создана рабочая группа. Вместе с Центром законодательства правых исследований мы уже работаем в этом направлении. Особое внимание было уделено закону о Всебелорусском народном собрании. Готовятся официальные документы о структуре гражданского общества. Отдельные документы будут вынесены на обсуждение на самый высокий уровень. Будет закон о Всебелорусском народном собрании. Понятно, что этот закон тоже свое отражение должен будет найти и в избирательном кодексе. То есть, как мы будем избирать делегатов Всебелорусского собрания, как будет организована первая там работа, заседание и прочее, прочее. То есть, вот эти вопросы. Например, сейчас готовится закон о структуре гражданского общества, избирательный кодекс, он завязанный на политические партии, общественные объединения, то есть на различные структуры гражданского общества. Значит, и здесь могут появиться какие-то нюансы, которые тоже должны будут найти отражение в избирательном законодательстве. Встреча прошла в формате конструктивного диалога. Из зала были озвучены вопросы, с которыми столкнулись работники территориальных комиссий во время очередной кампании. Причем, со стороны людей это скорее были не замечания, а предложения по улучшению всего процесса проведения, что говорит об искренней заинтересованности и небезразличии. Финальным моментом встречи стало награждение грамотами членов территориальных и участковых комиссий, которые в рамках очередной кампании референдума проявили наибольшую активность. Понятно, что это люди, которые работают на общественных началах, свободны от работы время. И, естественно, мы должны сказать спасибо за качественную работу на высоком государственном уровне. Продолжился рабочий визит Игоря Карпенко на Брещину посещением университета имени Пушкина. Здесь состоялся открытый диалог с профессорско-преподавательским составом вуза и студентами. Диалог получился достаточно разноплановым. Прозвучали темы сохранения исторической памяти, внедрение в правовое поле новой редакции Конституции. Не остались без внимания вопросы развития науки и образования. Практика проведения подобных открытых диалогов будет продолжена. Продолжение следует...